Друзья, всем привет! Вы на канале Чем Побриться. Сегодня, как я обещал, в прошлом видео распаковочке своих подарков новогодних, буду бриться вот таким бритвенным набором. Доркопаси 7. Да, купил я его такой набор на Яндекс Маркете. Вроде бы мне показалось, что по скидочке за 5 лезвий, за 6, за 6 кассет, за этот станок я отдал 1300 рублей. Точно цену напишу вот тут, выведу на экран, когда буду монтировать видео. Поэтому давайте откроем ее. А у меня, пока я открываю, маленькое такое объявление, что просмотров у меня на канале достаточно много. Люди интересуются моими видео. Достаточно долгое, хорошее удержание видео. Вообще, YouTube, в принципе, рекомендует мои видео вам. Вот. Единственный момент, что вы не подписываетесь. Мне для развития нужны подписчики. И чем больше подписчиков, тем лучше. Поэтому на момент записи видео у меня чуть больше 500 подписчиков. Хочу добить 1000, а там уже пойдет само собой, наверное. Шутка. Ладно, давайте посмотрим, что это за набор. Вот. Такой. Вот. Магнит. Тут такая магнитная книжечка. Очень такая интересная. Вот, посмотрите. А я такой... Для аватарки. Так. Что у нас тут? Смотрим. Такая надпись. Дорка Рейзерс. Тут у нас такой поролончик. И... И очень-очень так дорого выглядящая бритва. Единственное, что она мне по форме напоминает сразу же Дионику. Вот. Но, блин, она только напоминает, я так думаю. Значит, 4 кассеты. Вру у нас в наборе 4 кассеты. И пятая, которая на бритве. То бишь, 5 кассет стоят 1500 рублей. Значит, такие сменные кассеты. И сам станочек. Достаем его и проводим маленький обзорчик. Так. Это можно убрать. Ну, ребят, хорошая идея для подарка. Так, смотрим, что мы тут имеем. Такая металлическая ручка. Очень... Ну, достаточно тяжелая. Я не могу сказать, что она очень тяжелая. Но достаточно тяжелая. Такая интересная лежит в руке. Прорезиненные вставочки. Движение бритвы. Значит, в раз плоскость. И все. Больше плоскостей нет. Вытаскивается бритва. Лезвие. Что я могу сказать? Я, конечно, не встречал. Еще, по-моему, дорка много раз. В своих руках я не держал. Ну, вот скажите мне, вот такое крепление. Оно для всех дорка. Для пассия. Для трех лезвенных, шести лезвенных и так далее. У меня просто все время одноразовые были. Пишите в комментариях. Так, смазывающий слой. Слой натяжителя. Такой интересный достаточно. И семь лезвий. Таким достаточно небольшим проходом между лезвий. Но дальше, как бы, вымываться она должна очень хорошо. Волос у меня сегодня достаточно длинный. Я специально отращивал его, чтобы он был на равных с теми бредами, которые я раньше брил. Волоса я тестирую обычно на длинных волосах. Единственное, что я так понял, что для одноразовых станков я все-таки буду чаще бриться. Не буду такого доводить. Буду сегодня тестировать вот такое мыло-курт. Мыло для бритья. И помазочек тоже курт, который я купил из бурсука. Как мне сказали знатоки, бурсука можно не замачивать в кипятке, а поставить на минуту, на 30 секунд на минуту в горячую воду. В чашечку вот так замочу, поставлю. Вот. Пускай стоит немножко отмакая. А я пока себе смочу лицо. Так, распарилось лицо. Мыло. Мыло, честно говоря, ни разу не пробовал. Даже не знаю, не смотрел видео, как им пользоваться. Попробуем прям сюда залезть. Так, намазать его. Так, волос бурсука уже пошел отсыпаться, падать. Берем, вставляем немножко воды. И взбиваем пенку. Мне кажется, я не знаток, но пенка получается достаточно хорошая. Вполне. Так, пробуем. Значит, наносим. Так, запах. Ну, запах, когда в коробочке, мыло несколько интересней, чем когда он попал на борсучий волос. Тут он пахнет каким-то цветком, отваром, наверное, да, так скажем. А когда он попал на лицо, на эту штуку, он начинает пахнуть, извините, саками. Какими-то. Окей, я не умею пользоваться. Пользоваться мылом. Голову пока не буду намазывать. А пройдусь по лицу и посмотрю, что это за бритва такая. Так, значит, смазываем. И приступаем к тестированию. Проводку делаем. Так. Ну что? Могу сказать. Достаточно чистая проводка, но требует назад. Так, при этом все равно немножко она погрязает. Промывочка. Ну, не ахти. Так. Ну, при этом она бреет. Сейчас я сделал против шерсти, прям длинную. Она побрила нормально. Давайте по шерсти попробуем. По волосу. Ну, тоже бреет. Достаточно приятно. Но я не могу сказать, что у меня возник нити-эффект вау. Помните, я когда тестировал Дорка четырехлезвеная, я был от нее в восторге, ссылочка бы участвовал в этом углу. И я себе под этим соусом четырехлезвенный бритвы заказал себе шестилезвенный станок Дорк, тоже одноразовый. Он мне долго достаточно шел. Я еще на Алиэкспресс тогда закупался. Когда он мне пришел, я начал тестировать, и я несколько разочаровался в нем. Да, я ожидал другого эффекта. Поэтому, наверное, число лезвий не так, собственно говоря, важно при длинном волосе. Как раз наоборот, их число чем меньше, тем лучше. Но при этом, ребята, я не испытываю никакого дискомфорта. я и бреюсь. Порезав, по-моему, нет. Давайте попробуем в зону. Так, тут триммера нет никакого, поэтому... Ну вот, прямо вот, вы, наверное, слышите, есть некий такой скреб. Вот послушайте ближе микрофон и слушаем. Все слышали звук? Вот так вот скребет на нас. Но приятно, как мне сказали фанаты этой Дорка в пассе, у нее нету теперь вгрызания в кожу. Так. Я пойму, побрил. Так, ну, что еще хочу сказать по поводу самого мыла? Ну, оно достаточно увлажняет, скользит от него вполне себе достойный вариант. Слушай, мне аромат не особо нравится. Вот. Ну, будем смотреть. Так, еще. Теперь давайте голову и подведем итоги. я так понимаю, что вот эта вот грязь в ванной это кабана, ой, кабана, бурсука, что ли? Сейчас посмотрим. Да, смотрите, коричневая там идет. Видите, что ли, надо? Интересно, это бурсука или от крема? Ребята, кто знает, напишите, пожалуйста. так. Ну, с кремом, однозначно не нужна ложка для взбивания пены. Смотрите, как хорошо она пенится на голове. Мне, честно говоря, мыло не особо нравится. в принципе, как класс. Сзади, задняя камера, надеюсь, пишет. Так, ну, знаете, как бы вот сзади эта бритва бреет очень хорошо. Затылочную часть я чувствую, как хорошо бритва не забивается, хорошо вымывается. я на нее грешил первым делом. Так она идет вполне нормально. Единственное, что само мыло, оно, да, не знаю, оно, наверное, нужно для умывания, а не для бритья. Так, я взял всем известный для сравнения арка. Да, хочу сравнить это мыло с кремом. Наливаю немножко эту арку. и взбалтываю его. По поводу пложки вот этой вот чашечки. Чашечка бьет по бокам, ну, достаточно глубокая она. Я думаю, что чашечки пониже будет интереснее. Вот эта чашечка, которая мули вот эту, она меньше и будет удобнее. В следующий раз попробую. Так, наносим крем. Да, слушайте, вот это гораздо интереснее наносится. Приятнее аромат у арка, чем у этого мыла. Ну, и ведется совершенно по-другому. Да, грант, кольбут. Да, ребят, курт мыло не рекомендую. Ну, по крайней мере, может быть, я чё-то не понимаю в нём. Или вообще было такое, должно быть. Я ещё, конечно, куплю что-нибудь. То, что мне посоветуете мыло такое, я сравниваю с этим мылом куртом. А ещё я тут я что-то забыл, говорил я или нет. Я себе сегодня показал бритву Дорка трёхлезвенную пассе 3. Вот тоже отращу себе волосы и в следующий раз, наверное, в следующий раз и побреюсь, посмотрю, что это такое трёхлезвенный. Может быть, он даже лучше будет. Но нареканий к этой бритве у меня абсолютно нет. сейчас вернусь. Окей, подвожу результаты. Бритва хорошая, бреет очень хорошо, не вгрывается, порезов нет, что на голове, что на лице, на голове даже мне она понравилась больше, как она ходит и держит голову. В принципе, бритва достойная. Единственное, мне кажется, всё-таки 7 лезвий многовато. вот смазывающий слой всё ещё есть после бритья, но он не особый смазывающий, тут никаких соплей, ничего нет. Я не знаю, может быть, это даже и не мыло. А вот слой натяжитель достаточно низко, не знаю, может быть, он не работает, поэтому нет вгрызаний никаких, потому что он не натягивает волос, как должен натягивать. И так да. В принципе, бритва достойная, достойная на одной, наверное, на одной линейке с биком, но бит единственное, что режется и джилетом. Да, джилет, в принципе, где-то, наверное, вот такие, как фьюжины, да, они нормально будут сравняться с ними. Вот, можно, сражение устроить между фьюжином, каким-нибудь, проглайдом, там, например, и вот этой бритвой. Вот, что понравилось, что понравилась коробочка, она достаточно подарочная, вот, стоимость вполне позволяет подарить, сделать подарок своему мужчине женщинам, или там, какой-нибудь мужчина может другу подарить. Вот, бритву рекомендую. Еще раз предлагаю подписаться на канал, и в следующем видео оттестируем помазок мюля и лампочку мюля. Все, всем пока, до встречи!